И мне казалось, маловато народу в красной форме, в красно-черной. Совершенно неважно, это была абсолютно наигранная ситуация. Каждый двигался туда, куда и нужно. Совершенно верно. А почему Мунтарии не держали? Вопрос, кроме, которая пропустила до этого всего пять мячей. Вообще, по-моему, ни одной команды в Европе сейчас нету однозначного числа. Нету офсайда. Вот здесь... Посмотри, как действует линия игроков Милана. Здесь Бонеро, здесь Сапата, здесь кто-то еще из защитников. Все вот одной этой линии шли на атаку замыкать передачу. Несчастный случай для Десантеса. Он еще надеялся, что это будет защитно, как удар рукой. Но на самом деле ты нарочно не придумаешь. Для Сапаты, если память не изменяет, это уже второй гол в нынешнем чемпионате. И тоже он, по-моему, с углового отличился в игре с Пармой. Это нормально, это нормально. Ну, при его-то росте, при его умении выпрыгнуть. Ну, здесь скорее не навык баскетбольный нужен был, а просто чувство и, может быть, даже память того, что было наиграно. Ну, вот здесь справедливости ради замечу, что расхваленный на силады Кевин Стротман допустил небольшую позиционную ошибку именно из-за его позиции левее, ближе к угловому флажкову. И не было положения вне игры у Сапаты. Может быть...